Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Кунцевич Лев Захарович. Воронежский партиальный миссионер. Окончивший два высших учебных заведения Университета Духовной Академии, он в светском звании проходил служение в церкви в качестве противосектантского миссионера, последовательно в двух-трех епархиях, и известен был своей огненной ревностью в изобличении еретических заблуждений врагов Святого Православия. Он выпускал свои печатные издания. Об его мутинической кольчине рассказывает один свидетель, его соузник. Следующее. Вся трагедия произошла в городе Черный Яр на Волге, куда он пробрался с своей женой в надежде на то, что близость белых, ибо фронт тогда проходил сравнительно недалеко от Черного Яра, где оперировал отряд Корвин-Круковского, даст ему возможность перейти на их сторону и таким образом избежать всех большевистских ужасов. Но Господь ему судил совсем другое. От церковных властей он имел распоряжение в одно из воскресений прочитать послание Святейшего Патриарха Тихона, в котором последний анафематствовал большевиков. Об этом было широко оповещено среди населения. И в день, когда он читал послание, народа собралась такая масса, что ему пришлось читать не в церкви, а на паперте перед всем народом. Среди собравшихся было, конечно, много большевиков, которые донесли об этом в центр. Фронт перебросился по царицам. Большевики бушевались, свирепствовали повсюду через вычайки. Приехала Чекай в Черный Яр. Населению было запрещено выезжать куда бы то ни было без особого разрешения последней. Но некоторым удавалось после тщательной проверки со стороны большевиков выезжать из города. Об этом узнала жена Кунцевича и, желая помочь своему мужу выбросить из Черного Яра, тоже пошла в Чека за получением пропуска. Надо сказать, что его жена была просто святая женщина. В полном смысле этого слова, не от мира сего. При своей святой простоте она не могла себе представить, что такое большевики. Она всем и всему верила, как может только верить самый чистый ребенок. Попав же в руки искусных мастеров сатанинского дела, она бедняжкой не представляла себе, что ожидает впереди ее мужа. Большевики, выслушав от нее просьбу и узнав от нее, кто ее муж, обрадовались такой находке. Они сказали ей, чтобы он сейчас же пришел, и они сразу ему дадут пропуск. На самом же деле большевики имели из центра специальное распоряжение об его розыске и аресте. Ввиду того, что супруги жили скромно и уединенно, редко показывались на улицу, большевики не могли их обнаружить. Жена, обрадованная таким заявлением большевиков, прибежала к мужу сообщить об этой новости. После небольших колебаний они вдвоем отправились в Чека, откуда Лев Захарович больше уже не вернулся. Это было приблизительно в 20-х числах июля 1918 года. В тюрьме он просидел около двух месяцев. Говорить о тех издевательствах и глумлениях, которым он подвергался во время своего пребывания в тюрьме, не приходится. Это и так понятно. Самая же большая подлость и изуверство были в том, что за час до его расстрела фекисты дали его жене свидание с ним, обнадеживая ее в благополучном исходе его сидения в тюрьме. Она плакала от радости, веря в возможность его скорого освобождения. А через час после этого свидания, проходя по площади, увидела своего мужа, привязанного к столбу и расстреливаемого красногвардейцами. Видя эту ужасающую картину, она сошла с ума. Крестьяне села Старицкого взяли ее к себе и кормили все по очереди. В последние дни своего сидения в тюрьме Лев Захарович чувствовал уже, что судьба его решена, и горько плакал, думая все о судьбе своей беззащитной и несчастной жены. Он очень просил всех, если кто спасется, не оставить его жену. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok